Сегодня события, произошедшие в Грузии, оттеснили другие новости. В Тбилиси началось вооруженное столкновение правительственных войск с оппозицией. Есть человеческие жертвы. Ситуация, судя по всему, выходит из-под контроля. Итак, в Тбилиси 22 декабря, хроника дня. 11 часов 15 минут, тбилисское время. Обстрелено здание Дома правительства. Убито 3 человека, ранено 29. Тенгиз Сигуа, бывший премьер-министр республики, заявил, что к 15 часам его силы возьмут штурмом Дома правительства. Пресс-секретарь президента Грузии назвал это попыткой государственного переворота. 12.45. Стрельба продолжается. Ранено 50 человек, 7 убито. Отряды оппозиции начали штурм Дома правительства. На связь с радиостудией в Останкино вышел корреспондент независимого агентства и принда Зураб Двали. В Тбилиси идет вооруженное столкновение. Сегодня вот в 8 часов были обстреляны главные авиационеры. Убегающиеся Дома правительства, обстрелянные правительственными войсками. Это привело к вооруженному столкновению. Четверо гвардейцев погибли на месте. По непроверенным данным, несколько человек, пытавшихся вынести их тела, ранены. Перестрелка не прекращается. Используются автоматы, гранатометы, пулеметы. Как передала грузинская радио, ранен замминистра внутренних дел Роман Гвенсадзе. По радио систематически передают призывы всем, у кого есть оружие, срочно прибыть в Дома правительства на защиту президента. Ситуация накалена до предела. 15 часов. Оппозиция продолжала штурм Дома правительства. Один из выстрелов гранатомета пришелся на помещение пресс-службы президента, где обычно работали аккредитованные корреспонденты. Дом правительства оказался почти в полном окружении отрядов вооруженной оппозиции. На помощь правительственным и верным президенту частям начали прибывать вооруженные отряды. 16 часов. При защите Дома правительства ранен начальник УВД города, заместитель министра внутренних дел Республики Роман Гвенсадзе. В результате боя у Дома правительства загорелось здание первой грузинской школы. Вооруженные отряды не подпускают туда пожарную машину. Оппозиция, которая является источником обострения ситуации, требует освободить политзаключенных, предоставить свободу средствам массовой информации и дать возможность людям свободно высказывать свое мнение у Дома правительства. Правительство со своей стороны требует разоружения оппозиции и призывает народ по республиканскому радио защитить законно избранное руководство. Подразделение тбилисского гарнизона занимает нейтральную позицию и не вмешивается в конфликт на площади перед Домом правительства. Об этом заявил оперативный дежурный по штабу Закавказского военного округа. Ситуация в городе остается крайне запутанной. И пока нет возможности предсказать, как будут развиваться события в ближайшие часы. Как известно, первая попытка свержения гомсохурдия насильственным путем была предпринята 5 октября. Тогда в результате столкновения погибли два человека и несколько десятков получили ранения. На этот раз ситуация приобретает более драматический характер. И вот сообщение, которое мы получили только что. В 21.30 по местному времени в Тбилиси начался штурм Дома правительства отрядами вооруженной оппозиции. Идет массированный ракетно-артиллерийский обстрел. Прекращены телевизионные передачи изданий, которые вели корреспонденты республиканского телевидения. Я напомню, что еще 19 сентября 1991 года выступая у нас по центральному телевидению в прямом эфире, Шеварнадзе призвал стороны к диалогу и выразил готовность выступить посредником на переговорах между президентом Грузии и оппозицией. Оппозиция доброжелательно откликнулась на это предложение. Однако президент Грузии расценил это как вмешательство во внутренние дела республики Грузия. К несчастью, и на сей раз амбиции взяли верх над доводами разума. А сейчас о событии, которые продолжают комментировать и политики, и обозреватели, и журналисты. После встречи в Алма-Ате на нашем континенте появилось новое образование – Содружество независимых государств. Историки дадут со временем этому событию свою оценку. А пока ясно одно – теперь миру придется иметь дело и строить отношения с 11 суверенными государствами одной шестой части суши. И мы, и мир вокруг нас становится иным. Сегодня президенты суверенных государств, принимавшие участие в Алма-Атинской встрече, возвращаются домой и подводят итоги. В первых интервью, которые дали президент Ельцин и сопровождающие его лица, возвратившиеся из Алматы в Москву, подчеркивалось кардинальное отличие новорожденного Содружества от бывшего Союза. Самое главное – это независимость каждого государства. На этом основан весь принцип нашего соглашения. Без центра, без диктата. Президент Ельцин отметил, что каждое государство, член Содружества, будет проводить свою собственную экономическую политику. Мы будем согласовывать цены, этапы реформы, ее, этой реформы, вопросы согласования темпов, сроков и так далее. Только-только в этом. Во всем остальном полная самостоятельность. Отвечая на вопрос о валютной системе, Содружества, Борис Ельцин сказал. Мы договорились, что будет общий рубль во всех странах, Содружества в 11 странах. В дальнейшем, если какая-то республика или государство решит создать свою национальную валюту, только по согласованию со всеми остальными. В этом очень важное принципиальное наше согласие. Продолжение следует...